В Караганде стартовал чемпионат Казахстана по фехтованию среди юношей и девушек 2006 года рождения и моложе. Как проходят соревнования и какой вид фехтования наиболее популярен в Караганде, расскажет наш корреспондент. Фехтование как искусство владения шпагой и рапирой зародилось в Испании в 15 веке, а в 16 впервые были определены принципы фехтования, выразившиеся в классификации приемов и действий. Искусство владения боевым холодным оружием дошло до нашего времени, но переквалифицировалось в вид спорта. Сегодня в Караганде проходит турнир среди юных рыцарей. В нем принимают участие более 200 спортзменов из разных областей страны. В команде за Карагандинскую область выступают 4 человека. Сложность фехтования в том, что фехтование требует очень много выносливости и реакции, точность удара и мышления. Фехтование, оно развивает как раз такие мышления. Я рассчитываю на нашу победу, что мы сможем выполнить РКМС, кандидат мастера спорта. В рыцарском спорте есть и девушки. Алина Коп – мастер спорта, занимается 6 лет. Основная дисциплина – сабля. Участница чемпионата мира, шестикратная чемпионка Казахстана, рассказала, как достичь высоких показателей и что для этого нужно. Характер и стремление, потому что без характера и на одном желании у тебя ничего не получится. Главное еще и работать над этим, работать над собой, замечать свои ошибки и работать над этим. Разговаривать с тренером, разговаривать с родителями, чтобы была поддержка. Ну, было сложно. Все, кроме потом, тренировались. Каждый день, два раза в день тренировки у нас проводятся. И вот так на протяжении уже 6 лет тренируюсь. И чтобы достичь результатов, нужно работать. Это всегда понятно. Поэтому, чтобы достичь результатов, нужно идти к этой цели самому, с тренером. И самое главное – этого желать. На соревнованиях три вида фехтования. Это рапира, шпага и самая развивающая в Караганде – сабля. Несмотря на острые бои на фехтовальных дорожках, атмосфера турнира приятная и дружеская. Состязание продолжится неделю. Наша задача какая? Чтобы сохранить этот вид спорта в Карагандинской области, чтобы он более развивался хорошо. И, естественно, конечно, благодаря нашему управлению, благодаря нашим депутатам у нас на сегодняшний день фехтованием занимается 97 учащихся. В 2018 году у нас было выполнение, почти 15 человек выполнили звание мастера спорта. Я считаю, что это неплохой уровень. Сейчас вот то, что с пандемией, у нас мало соревнований и мало где они могут выступать. Я думаю, что наши спортсмены в будущем будут и представлять наш Казахстан на Олимпийских играх, потому что у нас есть потенциал, есть хорошие дети, которых уже приметила республика. Ирина Григорьева, Рустам Бараев, Наталья Заяц, 5 канал.